Привет, девочки, съёмка уйдёт. Всем приветик, девчонки. По традиции съёмка каждый день. Девчонки, уги, как на мне, есть в продаже. Очень красивый такой тауб цвет у этих камней. Они ещё есть немного другие. Здесь уже цвет шампань, такой серебристый. И, ну, девчонки, шерстяная внутри вся начинка у них, поэтому я думаю, что будут тёплые. Но не на лютую зиму, конечно, а на такую какую-то... Но у нас лютых и не бывает уже давно. Ну, девчонки, кто хочет лютую зиму, тот в Норильск, пожалуйста, там распростёртое объятие. Девчонки норильчане, девочки, всё переодели. Сделали айвори историю, икрю, выбеленный лён, сюда вот такого холодного оттенка завела худи, туда же добавила штаны. Девчонки, получился прям костюм. Обалденно. Красиво. Такой и цвет приятный, и не надо додумывать ничего. Ну, нашу стойку надо освобождать, потому что мы всегда её упаковываем кореллой, всё, что висит на корелле. Широкие штаны, ёлка. Сюда вам дам жилет. Я сегодня вам буду использовать ещё капустную историю. Девчонки, под жилет вы можете использовать просто обычную... Рубашку. И рубашку. И ещё что? Алкоголичку. Ну, это понятно. Ну, девчонки, в общем, любая базовая маечка можно под жилет, потому что майка, она, я не могу вам поднять, показать свою, она у меня слишком сексуальная. Здесь хотела вам рассказать, что жилет, он функции несёт у нас сейчас кофты. Он не жилет, а несёт функции. Я вам по цвету это подобрала. Идеальное попадание к этому пальто-рубашке. Пальто-рубашка Кашемир, оно тонкое. Конечно же, я сверху хочу вам добавить интересную темпу. Я вам уже это как-то показывала, и это показывала не один раз. Мне сама эта тема очень нравится. Я вообще люблю, когда из-под бомбера пальто, и всё это вместе уже пришито. Если вдруг это не пришито, мы с вами всё это соберём, как сейчас вам показываю. Девочки, смотрите, чтобы рукава у этого бомбера у вас проходила пальто. Если бы пальто здесь было объёмное, я бы вам не дала. Инна, ну это прямо на зимовку собралось. Ну это да, скоро всё к этому идёт. Ну да, мы тут уже... Ну девчонки, ну конечно же леопард. Ну конечно же леопард в нашем случае. А девочки, почему леопард? Потому что леопард имеет фон. Фон такой коричнево-сиреневый. И он очень хорошо взаимодействует вот с этим сиренево-серым. Он красиво вместе с этим. И сочные пятна, поближе вот так вам покажу, сочные вот эти вот пятна, они дадут как раз ту тему, которая нам нужна. Так что бомбер на тонкий кашемировый жакет либо пальто, да, можно. Девчонки, вот этот бомбер, кстати, можно и на моё худи. Вот смотрите. Понимаете, вот за счёт рукава как это помещается? Чётко село, да. Просто идеально, потому что рукав спущенный, и как раз вот этот объём уходит сам в рукав. Он не собирается. Ну любой худи оденешь. Ну вот я имею в виду, тут рукав у них хороший, у бомбера. Да, в том-то и дело, что проходит именно рукав. Вы это тоже учитывайте. Если вы хотите притычный бомбер и вот такого медведя, как нам нет, так не получится, девчонки. Оно, может быть, и получится, оно, может быть, и засунется. Вам будет дискомфортно. А мы ж не хотим дискомфортно. Мы ж хотим комфортно. Я, девочки, думаю, что сейчас всё равно вся одежда идёт на утепление. И какая бы зима была, холодная или тёплая, всё равно вы будете утепляться. Вы же не будете носить как весной ранней или осенью ранней. Ну, получается, что всё равно на утепление одежда. Это идеальные штаны, тёплые, ёлка грамотная. Сюда завожу вам худи, здесь оно уже на конус. Помните, моё широкое, широкое, это на конус. А здесь добавлю ещё и жакет. В тон хочу верхний уйти. И сейчас вам расскажу про штаны. Вот, девчонки, смотрите. У нас на штанах есть присутствие этого цвета. Да, айвори. Мы штаны с вами за счёт верхней вот такой светлой одежды, мы их выбеливаем. Они у нас становятся менее серыми. Они у нас становятся менее таупые. Нас забыла выключить телефон. Ничего страшного. Мы ни с кем не созваниваемся и не списываемся. Во время ролика. Я, наверное, знаешь, что добавлю? Вот эти добавлю. Пускай это будет такая топовая история. Здесь, девчонки, вот эти каблучочки, они как раз к узким штанишкам подходят. Я бы взяла объёмный шоппер, потому что объёмный шоппер, буклированное пальто, штаны такие тёплые, монтируется всё. И тем более сама вот эта худи, она тоже фельпа, оно с начёсом. Оно уже... У нас кольцевые были, но мы их все продали, у нас их даже не осталось ни одного. Но это теплей идёт. Да, конечно, Инна, ты что, это с начёсом? Я вот сегодня пришла, у меня сверху жилетка. Вот эта вот часть, которая... Девчонки, конечно, любая фельпа, ну, закатывается, но это же логично. Любой кашемир закатывается. Ну, купите эту щёточку собачью. Раз, 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 внутри. Я лично так делаю. Гольф-то знаете, как на выдумке хитра. Так, светлые убираем, они красивые, но они нам не подходят. Сейчас я подумаю, что будем добавлять. Здесь мы используем штаны и кофту. Опять же, в ёлке этих штанов мы их повыше сделаем. Мы находим вот этот вот цвет. Такой красивый-красивый таук. Добавляем сюда айвори таук пальто. А, Инна, ну, наверное, вот это. Да? Так как штаны короткие, мы можем с вами обыграть это всё вот такой красивой обувью. А обувь, девчонки, ну, на самом деле красивая. Здесь тоже шерсть, платформа. 38-й размер. Один-единственный размер, да. Идеальная фабрика. Ну, вот один-единственный размер. Вот так вот вам это поставлю, чтобы прям камни там такие. Птица, крылья, камни. Орёл. Орёл, да. Практически мы уже облады стали. Вчера мы были кисками, сегодня на орлом. Ну, надо менять всё в жизни. Будем каждый день меняться, девчонки. А как вы хотели? Девчонки, смотрите, верхушку. Вот, кстати, про что говорила. Если, например, у вас есть плащовый какой-то восьмёрка, или как я, плащовая восьмёрка, вы можете использовать это на пальто, девчонки. Это будет мало того, что красиво, это будет фэшн, это будет вот такое смешение. Вот мы сейчас с вами вот этот вот цвет. Под брюки. Под брюки выделили отсюда вот этот вот цвет, и плюс к этому завязали к обуви. Шейка не замёрзла. Шейка не замёрзла, тушки не замёрзли, потому что он очень-очень высокой посадки. Я вам его буду показывать сегодня в двух вариациях. Если, например, вы не хотите что-то такое объёмное, то у нас всегда есть вот такие лохматые шарфики. Мы, опять же, добавляем с вами лохматый шарфик. У нас девчонки нет шапок, я бы вам шапки какие-то понакидала. Девочки, смотрите, как красиво работают вот эти два цвета. Да. Просто красиво. Просто красиво работают. Вообще не нахрана. А вот этот вот мой цвет, вот видите, это отличается. А вот этот вот мой цвет вот с этим не работает. Тёплый, да, там? Да, Инна, потому что такие правила. Если слишком икрю и слишком вот этот вот тёплый оттенок, то лучше его вести к более холодному. Да. А если уже ты сделал, вот, допустим, ну, какую-то подборку, да, то тогда можно добавить обувь либо штаны. Вот эта кофта – это шерсть, натуральная шерсть. Обалденная. Да. Кофта косами, и мне очень нравится длина у этой кофты. Вот это, кстати, кашемир. Да, Инна? Да. Да, да, да. Так, теперь. Вчера обнаружила рубашку. Хочу вам её показать именно вот так. Я уже как-то вам это давала, но не давала это в полном образе. Вот сейчас вот дам это в полном образе. Добавляем мы сюда бомбер. Ну, девчонки, мы штаны сейчас тянем под бомбер. Не бомбер под штаны. Потому что в штанах, в этой ёлке есть присутствие всего, что мы… А мы останемся в углу. Да, подходит. Ну и всё, и опять же к чему вернёмся? Опять же вернёмся к вот этому шапку. Девочки, объёмные палантины не нужно слишком крутить, да, на шее. Вы можете просто вот так вот сделать перекидку и сзади сделать вправку. Вот так. Вот так и вот так. Вот. Не надо это вязать. Помните, я показывала вам какими-то восьмёрками, какими-то перекидками. Не надо. Чем… Вот здесь, кстати, заметьте образ. Чем длиннее мы оставляем хвост, тем более мы вытянуты становимся в этом образе. И рост появляется, и такая модельная, эффект вот этой модели. Ну вот, в общем, любой длинный шарф, он всегда вам придаст рост. Конечно, не до маразма. Не надо так сделать шарфик, чтобы он у вас был по щиколоточку. Хотя есть интересные дизайн-проекты, и там вот как раз-таки такие длинные шарфики. Я не думаю, что они перемещаются в них. Я думаю, что они просто стоят, сидят. Но они просто на показ. И ходят по подиуму. Всё. Больше они не делают для чего. Вот. Сейчас вам сделаю ещё одну интересную вещь. Я, знаете, что вам сюда добавлю? Я добавлю вот эти, потому что они по стилю сюда подходят. Девчонки, это ботинки очень хорошего размера, и опять же, они шерстяные внутри. Куда понесла? Это здесь было, правильно? Да, да, да. Вот так вот. Мне тоже очень тепло, чтобы вы понимали. Здесь фельпа. Там шерсть. Здесь штаны шерстяные. И там внутри шерстяные уни. Ну, всё хорошо. У меня всё хорошо. Ну, ты утеплилась. Я утеплилась, чтобы вы понимали, что я так же мне готова. Девчонки, смотрите. Брюки и кофту мы делаем к образу. Внутрь мы как бы повторяем эти цвета. Я вам добавила тренч. Вы можете добавить тонкое облегчённое пальто. Что мы здесь делаем? Мы с вами вот этим цветом, вот смотри, как получается, как платье, да? Да, да, да. Как бы, знаешь, как добавляют, когда что-то, когда бывают такие фартуки, завязки к штанам, когда они добавляют. Девчонки, вот в этом случае мы можем пойти только монохромом. Мы не можем дать отличие никакого тренча или пальто от штанов. Это должно быть едино смотреться. Если у нас будет ещё один вот здесь обрывок, у нас получается три куска. Вытянутый, короткий и более вытянутый. И опять же вытянутый. Это не смотрится. А если вы добавляете монохром, добавляете более такой... Она должна быть вот такая ткань, не плотная, не толстая. Это опять же, вот мне ближе, это такое какое-то перемещение прям тёплой-тёплой погоды. И на мне очень нравится. Я такое вообще люблю. Я люблю, когда... Тут у нас ещё идеальная кофта. Цвет выбеленный лёд. Кофта просто шикардосная. Подходит. Да. И она подходит и к этому бомберу. Она идеально сломила его цвет. Просто идеально. Я ещё, девчонки, что хотела вам рассказать. Вот такие кофты, как летучая мышца, с ними будьте тоже осторожными. Не в каждое пальто, а особенно пальто, которое имеет такой не спущенный рукав, войдёт такая кофта. Опять же, у вас будет она собираться в рукавах. Это не есть хорошо. И вам опять же будет неудобно. Здесь даём штаны палацу. Такой хлебушек. Ещё одна кофта. Опять же, точно такой же. Не, не точно такой же. У этой спущенный уже рукав. Инна, красивый какой цвет. Сейчас добавлю вам и палантин, и расскажу опять про оттенок по цвету. Я вам сюда добавляю французский серый цвет пальто. Пальто имеет опять же меланжевую нить. Здесь вам добавляю сумку с этническим ремнём. Девчонки, смотрите, как у нас кофта уходит в другой цвет. Вот кофта, если мы отдельно её рассматриваем, она фисташка, да? Если мы добавляем французский серый, этнический ремень, желток, она у нас уходит вот в этот цвет. Ну и, конечно, я хочу добавить вам опять же на пальто вот эту вот петельку. Мне очень нравится. Ботинки, кстати, пусть будут, они здесь прям кассы. Вот, если хотите, можно обуть обувь и вот такого плана. Она здесь тоже будет красива. Вот, и ботиночки, и шлёпки. Я просто не знаю, куда вы будете перемещаться. Если как бы вы будете перемещаться, как я вчера, одна остановка до работы, то да. Хотя я вам говорю, я вчера в своих шлёпках сорвала аншлаг. Смотрели все. Кто крутил у головы, мне это очень нравится, у виска. Кто, значит, просто шёл за мной, чтобы рассмотреть мои тапки. Ну, девчонки, по-разному люди реагируют. Я люблю вообще, когда реакция. А почему нет? Наоборот, когда у людей есть реакция, ты, значит, живой. Интересен. Да, и всё, ты интересен, и, значит, и ты что-то на себя, без разницы, веселятся они. Или, ну, явно не грущат. Они просто на заметку себе. Ну, Инна, они просто на заметку себе. Откуда ж такое вылезло вообще? Как оно-то выпало такое? Мне это нравится, девчонки. Вы, понимаете, каждый человек, вот, мы же не знаем, сколько намерено, сколько отрезано. Да, кайфует от этого. Вот, каждый человек получает кайф от чего-то. Я получаю кайф от стёбной одежды, от стёбной обуви. Кто-то носит классику, кто-то там зашит какие-то рамки. Вчера просили показать киски и рассказать. Девчонки, это песочный, это мокрый песок. Что рассказывать про кисок? Я не совсем поняла, но я, по-моему, вчера красиво рассказала про них. Вот, всё, вот вам киски, вот вам шапки. Киски на месте. Киски все на месте. Там был, кто у нас? Кто у нас там был? Там не киски были? Ты сейчас только что мне сказала. Ой, я уже думаю о другом. Очень какие-то собаки были там. У нас, кстати, вот эту шапочку, которая бегал дыстная, то ли чёртик, то ли киска, купили сразу. Да-да-да. Вот, я понимаю, что это вообще не речь про возраст, это речь про поднятие настроения. Вот про это вы должны себе в голове положить, вот как-то таким вот, как вот припечатать, девчонки, вот так бы я сказала. Это смелые только могут одеть. Да, вот вы должны вот эту смелость свалить и припечатать к голове, что я могу, я пойду, и мне всё равно вообще на всех. Брёки рассказывала цвета таук, сюда заведу табачный широкий бадлон, сверху вам дам персиковое пальто. Ну, девочки, опять смотрим сочетание по цвету, да. Мы с вами что делаем? Мы с вами вот эту коричневу убираем с кофты, мы её выводим в более вот этот вот тёплый оттенок. Я бы хотела здесь всё-таки сделать, добавить шарф, потому что, ну вот тут вот палантин, я вам вот так его перекину, потому что он здесь очень грамотно сработает на объединение цвета. Девчонки, мы объединили все цвета, которые у нас и внутри, и пудра, и вот она, пудра здесь, и как-то шарфик завязался. Нужно остаться в обуви и в одной, и в другой. Девочки, вот, кстати, здесь вот сумка, скорее всего, вот этот наш рюкзак, да, Инна? Да, да, да. Смотри, он такой тоже, замки припудрены, и вот как-то очень хорошо он сюда монтируется. Осталось всего на стоечке четыре... Образа? Нет, два, Инна, четыре, я бы уже сейчас просто всё... Тебе жарко? Мне очень жарко, девчонки, я вам говорю сразу. Ну, ты ж утепляться хотела. Да, я ещё хотела... Я когда пришла сегодня, я ещё думаю, надо перекинуть фельпу, надо перекинуть фельпу. Потом думаю, ой, да ладно, прям там будет мне жарко, на, лови. Это штаны моей модели, вот это штаны моей модели. На мне эско, это пришли штаны батальной серии. И пускай будет плохо от жары не только мне, а и вот этой стоечке с глазками. Сейчас мы её тоже утеплим, и, девчонки, у нас пришла шикардосная кофе. Цвет обалденный. Цвет просто красивенный, такой кофейный, такой приятный. Вы знаете, как вот кофе-мороженое, кофе-глиссе, вот такой вот красивый цвет. Вот, девчонки, специально вывела штанами сюда, здесь дала посочней. И у нас есть ещё один шар, который, конечно же, здесь работает. Я вам сейчас опять вот так вот его побольше развернуть, и вот так сюда перекину. И на это очень красиво. Да, нежно получилось. Это просто такой нежнейший образ. И, девчонки, смотрите, как вот эти вот оттенки тёплые всегда работают, да? Он такой работает именно, ну, такой приятно глазу. Вот так вот работает этот оттенок. Пальто просто шикарное. Здесь и на состав, конечно, бомба. Ну, у нас вот все пальто, девчонки, это пальто новое, оно не на скидке. Хочу сейчас проговорить. Ну, мы, собственно, проговариваем это в других местах. Да. Ну, я сейчас вам хочу рассказать, что уже пальто мы заказали на весну. И какие-то образцы мы получили. Вот, собственно, оно, одно из образцов. Здесь брюки мужского кроя. Шерстяные. Шерстяные, табачные, идеальные брюки. Кофту вчера показывала вам, свитер с замком. Под такую модель брюк идеальное попадание. Здесь у нас пальто двухстороннее. Внутри тренч, сверху пальто. И просто пальто огнище. Да. Огнище. Клетка интересная. Клетка ненавязчивая. Красивый вот этот вот кэмл такой песочный. Девочки, ну, конечно, если мы с вами добавляем... Ну, вот у пальто есть стойка, да? Здесь есть, как у свитера, у вот этого застегну. Вот так чуть-чуть застегну. Не надо шарф. Он здесь просто в принципе не нужен. Я, наверное, вам вот так сделаю. Ну, Инна, красиво. Да. И пальто само красиво, и образ такой без... Какой-то такой вроде и наглый, и в то же время понятный. Всё, что мы любим. Люблю целую. Чао. Чао.